Напомним, на госэкспертизе проект реконструкции театра находился с 1 июня. Подготовили его в сжатые сроки. Сейчас проектировщики оперативно устраняют замечания экспертов и вносят правки в проект. Во властной администрации надеются, что к концу августа эта работа будет завершена. И как только он окажется у нас в руках, мы, конечно же, немедленно передаем его в Министерство культуры и уточняем все сроки, которые нам предстоят по реконструкции, потому что эти сроки тоже будут определяться, исходя из технологических особенностей проекта, в рамках экспертизы. Они нам будут определены, так же, как и стоимость проекта восстановления нашего театра. Также Алиса Бирюкова приняла участие в церемонии награждения. Почетной грамотой администрации региона был награжден Владимир Лаптев. А работники театра, отметившие юбилей службы, по традиции получили памятные медали. В частности, 15-летие на сцене Владимирской драмы отметили сразу несколько актеров, а также режиссер Владимир Кузнецов. Впервые на сцену театра он вышел в 2002 году в составе массовки, а с 2012 года стал штатным режиссером. За время работы он поставил больше 30 спектаклей, заслужил несколько театральных наград. В принципе, можно сказать, что я, может быть, нахожусь в какой-то кульминации своего этапа и своего служения Владимирскому театру. Хочется, конечно, раскрывать себя из других сторон. Хочется какой-то свой новый почерк, новый язык найти. Предстоящий 173-й театральный сезон будет насыщен. Его Владимирская драма снова проведет на разных площадках города и области. С 13 августа на территории эко-отеля в деревне Дворики Камешковского района пройдут летние театральные вечера. Под открытым небом покажут постановки «Назову себя», «Жизнь прекрасна», «Желанная» и «Праздник был». В этот же день на Островской фесте в Кинишме представят тайну Старого дома. Ее же покажут 11 сентября в Бресте на фестивале «Белая вежа». А первая премьера сезона пройдет 9 октября в АДК. Это будет постановка по поднятой целинии Михаила Шолохова под рабочим названием «Потом и кровью». А 19 ноября состоится бенефисный спектакль Владимира Лаптева «Спасибо, Марго». 21 декабря. Королевский бутерброд. Спектакль на малой сцене. Постановки Ирины Жоховой. 25 апреля. Сахалин. Ну, пока такое рабочее название по произведениям Чехова. Постановки Владимира Кузнецова. Я сказал, 5 апреля премьера. Последней премьерой сезона для большой сцены станет история лошади в постановке Сергея Грицаева. А на малой сцене 20 января представят поэтический спектакль «Невоспетая встреча» по стихам Анны Ахматовой, а 4 мая «Милые лжецы». Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Продолжение следует.